мы привыкли путешествовать летом у школьников и студентов каникулы и взрослых отпуск солнце жара и даже если нет возможности выехать за границу то всегда можно поехать на российские курорты сочи геленджик крым зимой большинство из нас предпочитает сидеть дома укутавшись в теплые пледы и залипать в сериалы с чашкой горячего чая или какао но есть конечно и те кто не представляет себя без холодной снежной зимы и конечно в нашей стране есть места которые привлекательнее именно зимой так что встаем с дивана выбрасываем свой плед в дальний угол одеваемся потеплее и покупаем билет в одно из мест упомянутых далее в нашем видео это наш топ 10 зимних мест в россии мурманск именно в мурманской области есть возможность стать свидетелем уникального природного явления северного сияния лучшее время для его наблюдения период полярной ночи которая в мурманске проходит в период со 2 декабря по 11 января но и в другое время это вполне возможно северное сияние в небе над мурманском можно увидеть с начала осени и аж до апреля мая для того чтобы запечатлеть такое событие специальное оборудование не требуется достаточно выбрать безоблачную ночь одеться потеплее и не забыть взять термос а также подобрать место где сияние будет хорошо видно для этого можно связаться с местными спецами по сиянию гидами кольского полуострова у них даже есть своя классификация сияний так себе сияние не стыдно и сияние и так называемое вау сияние если северное сияние входит в твой вышлист не забудь поставить этому видео лайк и обязательно поделись им со своим другом которого взял бы с собой в поездку озеро байкал байкал звезда фильмов и сериалов здесь олег трофим снял мелодраму лед с аглаей тарасовой и александром петровым одна мать из он сняла комедию млечный путь сергеем безруковым и сатисфакцию по сценарию грешковца об озере байкал слышал каждый иностранец и каждый хотел бы увидеть это чудо природы мазду каждого кто ступит на зимнее озеро лечь на живот вглядываясь вглубь чтобы увидеть тысячи оттенков синего и голубого цветов пузырьки и услышать истинные звуки природы как трещит байкальский лед лед озеро байкал никогда не повторяется имеет десятки названий разновидностей прозрачный как стекло но в то же время сильный как цемент может быть от ярко-бирюзового до темно-синего цвета идеально гладкая как стекло лучшее время для посещения байкала зимой конец января середина февраля с помощью истинных сибирских морозов байкал прочно сковывается льдом и превращается в идеальное природное зеркало расстелившиеся на многие километры но будьте осторожны бывают периоды когда на озере может быть опасно но для этого чтобы обезопасить туристов за ситуации следят так называемые ледовые капитаны которые знают совершенстве местность и ее всевозможные нюансы камчатка летом и камчатка зимой совершенно разные вещи и дело не только в природных пейзажах но и в вариантах развлечений которые предлагают зимний полуостров поездка на камчатку зимой дает уникальную возможность окунуться в зимнюю сказку и попробовать себя в экстремальных видах спорта гора морозная является самым популярным горнолыжным центром камчатки имеющим в своем распоряжении 5 спусков различной сложности и два подъемника скажите мало а именно здесь тренируется олимпийская сборная россии по горнолыжному спорту последнее время довольно популярным здесь стал такой вид спорта как фрирайд спуск под диким не оборудованным трассам сопок и вулканов камчатки на которые доставляют вертолеты любители адреналина могут спуститься самых известных вершин камчатки овачинский корякский и вилючинский вулканы сопка горячая самой экстремальной разновидностью фрирайда считается хэлли ски или хэлли бординг заброс на вершину горы вертолетом с последующим спуском по занесенным снегом склонам на камчатке можно также покататься на собачьей упряжке такое средство передвижения изданно существовало на полуострове имеет связь с его аборигенами данный вид транспорта и по сей день является самым легким способом передвижения по заснеженным просторам полуострова а до полноценного освоения камчатки в послевоенный период был чуть ли не единственным средством связи между поселками полуострова карелия зимних каникулах карелии есть особая прелесть корейские леса насыщают зимнюю солнечную атмосферу чистым кислородом с таким воздухом легко и мягко дыжится во время катания на лыжах и походов по берегам ледяных озер и рек карелии зимние каникулы в карелии это бездонное темное небо яркие созвездия и красочные звезды которые мы никогда не видим в городах зимой водопад кивач который никогда не замерзает пробуждает истинное очарование когда солнечные лучи преломляются в алмазную водную пыль и превращаются в лед на лету отдых карелии зимой это катание на снегоходах чередующиеся с собачьей ездой на санях и зимней рыбалкой в которой невозможно остаться без трофеев и богатого карельского рыбного супа а как вам заманчивая перспектива пересечь полярный круг порыбачить в белом море покататься на лыжах и поучаствовать в сафари на снегоходах в хибинах в общем всю красоту и перечень развлечений в карелии невозможно уместить в пару минут если вы никогда не были в карелии настоятельно рекомендую вам посмотреть мою серию из трех выпусков именно о ней о карелии ссылочки будут в описании к данному видео роза хутор куда как не вместо проведения олимпийских игр ехать любителям лыж и сноуборда роза хутор горнолыжный склон расположенный на курорте красная поляна который был подготовлен для проведения соревнования по горным лыжам 22 зимних олимпийских игр в сочи в 2014 году но помимо трасс и подъемников здесь есть и множество других зимних развлечений среди которых каждый найдет что-то свое показаться можно не только на лыжах но и на коньках или на канатах для любителей пеших прогулок специалисты розы хутор создали 7 маршрутов скандинавской ходьбы прогулки для отца от часа до трех рассчитаны маршруты на разный уровень подготовки от новичков до продвинутых для шопоголиков тоже есть хорошие новости на территории курорта имеются магазины в которых можно приобрести не только сувениры здесь есть также магазины и бутики которые предоставляют огромный выбор модной одежды и аксессуаров как для повседневной жизни так и для спорта и отдыха что они думали что в россии в горах могут быть бутики а могут гурманы оценят большое количество различных ресторанов и кафе три таких заведения специализируются на итальянской кухне есть также баварский ресторан грузинские и другие ах ну да и куда без к пушек в стиле фастфуд где можете найти боленчики с красной икрой измеряло то что большинстве из заведений цены выше среднего найдутся и кафе по более демократичным ценам если вы никогда не были в розе хутор обязательно подписывайтесь ведь у меня через совсем чуть-чуть выйдет подробный обзор на розу хутор сочи и все местные достопримечательности следующее место куда вы обязательно должны отправиться это архиз село в долине реки большой зеленчук в республике карачаева черкесия примерно в 70 километрах от берега черного моря и да здесь я тоже был и совсем скоро у меня появится видеоролик современное село было основано в 1923 году недалеко от слияния рек архиз и пшиш она расположена в горной местности в окрестностях одноименного аула расположенного на высоте 1450 метров высота окружающих гор составляет более 3000 метров над уровнем моря конечно в первую очередь это место понравится любителям лыж и сноуборда но есть тут зимние развлечения и для тех кто далек от данных видов спорта на том же горнолыжном курорте с поэтическим названием романтик или романтик можно покататься на коньках или так называемых ватрушках от которых восторге как дети так и взрослые для тех кто предпочитает что-то посерьезнее есть возможность прогуляться по хвойным лесам или ущелью рек софия и пшиш на лошадях не будут обделены и путешественники предпочитающие природу и пешие прогулки ведь здесь немало прекрасных зимних маршрутов проходящих вдоль рек вы сможете полюбоваться на тибердинский заповедник откуда открывается прекрасный вид с обзорной площадке у казачьего водопада и конечно на нерокотворный лик христа неизвестно каким образом созданный на берегу реки большой зеленчук ну а далее в нашем списке лебединое озеро на алтай каждый кто однажды здесь побывал соглашается с мнением местных жителей о том что это сказочное место советском районе села урожайная находится удивительной красоты озеро которое на самом деле называется светлое но прозвано лебединым из-за сотни лебедей которые ежегодно на нем зимуют увидеть лебеди зимой значит привлечь удачу так утверждают местные жители а еще что там где живут лебеди всегда царит мир и любовь семьях лебедей на озере можно увидеть период с ноября по март-апрель недалеко есть еще одно озеро где также обедают лебеди который называется кокша но местные прозвали светлым из-за его удивительно прозрачной воды поднебесные зубья туристический район в кузнецком алатау республика хакасия если вы устали от постоянных телефонных звонков бесконечных мэйлов работы за компьютером шума автодорог и загрязненного воздуха то поднебесные зубья это то что вам нужно добраться сюда не так просто автодорог здесь нет что является и плюсом шума от машин не будет здесь находятся чистейшие ручьи реки из синих каровых озер родники водопады ледники перевалы хребты вершины и леса все то что необходимо для полного единения с природой отдыха как физического так и ментального для тех кто ежегодно зимой ездил в европу до эпопеи с пандемией и скучает по европейским зимним городам есть вариант съездить в калининград не зря его до сих пор называют старым немецким названием кёнигсберг или просто кёник так его ласково и по-дружески называют местные это город который сохранил свой европейский дух и побывать в калининграде все равно что побывать в нескольких странах сразу германию вам напомнит федеральный собор которым в 1804 году появился мавзолей философа эммануила канта который преподавал в университете кёнигсберга а остров в кнайпхов где находится собор нередко называют островом канта на италию походит порт калининграда где его украшают корабли напоминающие картинку из лигурии здесь же есть и итальянское заведение браво италия где готовят лучшую домашнюю пасту для желающих ощутить атмосферу нидерланд есть рыбная деревня которая появилась не так давно в 2010 году здесь есть все и гостиницы и кафе и смотровая площадка и офисы и даже грибной клуб урал есть на урале места которые особенно привлекательны именно зимой в челябинской области национальном парке зерат кули есть ледяной фонтан это бьющий из-под земли фонтан артезианской воды который каждую зиму застывает в виде необычной ярко голубой сосульки высотой до 14 метров свердловской области в парке оленьи ручьи помимо скал пещер и рукотворного озера есть также и скульптура ангела единой надежды созданная руками лены эдвал скульптора из швеции скульптура является частью проекта единая надежда на создание которой повлияли множественные теракты в частности тот что случился в 2004 году в испании скульптуры семи таких ангелов были возведены в один день в разных точках земли в австралии и канаде перу мали в вануату на гавайях и собственно в россии на урале через какое-то время такие скульптуры появились и в англии италии швеции и потом в других странах по задумке проекта и должно быть всего 49 таким образом они создадут сеть единой любви и надежды во всем мире друзья пишите обязательно в комментариях любите ли вы зимний или летний отдых и конечно не забудьте поделиться с нами местами куда любите ездить вы не забудьте поставить этому видео лайк где-то помогает в развитии нашему каналу и до новых встреч